Наш круглый стол в деятельности УЦ для участников обновленной отрасли после завершения реформы 63 ФЗ. Вы знаете, здесь ошибка даже в названии. На самом деле, вот слово «совершение» оно здесь есть лишнее. И мы это осознанно делали, вернее сейчас мы осознанно понимаем, что все только практически начинается, но тем не менее. То есть вот эту оговорочку про завершение мы убираем и идем дальше. Давайте взглянем в ретроспективу. Вот эти слайды были в 2018 году, и мы сделали некоторый анализ и хотели спрогнозировать, что будет дальше, когда будут включены заградительные барьеры. Это мы наговорили про цифры, если вы вспоминаете, 500 миллионов, 1 миллиард, 100 миллионов. То есть вот это 2018 год, тогда все начиналось. И мы здесь просто обратим внимание, что на уставной капитал там можно и не смотреть, но это было интересно, что с уставным капиталом менее 10 тысяч даже были и такие компании. Их, видимо, уже в рынке нет или не будет, как минимум. И больше половины рынка удостоверяющих центров, аккредитованных удостоверяющих центров на 2018 год были в рынке более чем 10 лет. Что говорит уже, ну скажем, о созревшем рынке, созревшихся компаниях, которые работали и работают, продолжают в этом рынке. Дальше мы делали аналитику по чистым активам, взяли и взяли, посмотрели, что будет, если будет, ну скажем так, по чистым активам нужно иметь миллиард. И представили ряд компаний, мы просто сделали выгрузку, благо наши партнеры предоставили возможность проведения аналитики. В РСО мы проанализировали все 350 удостоверяющих центров, убрали оттуда ведомственные, посмотрели по активам и получилась такая картинка. Это 2018 год, конечно же, что-то изменилось. Ну вот, можете увидеть дальше. До 20 организаций. Многие себя узнали в этом списке, кто-то узнал своих коллег. А кого-то вроде как в рынке удостоверяющих центров и практически на коммерческом рынке их и не было. То есть это были больше такие внутрикорпоративные кредитованные удостоверяющие центры. Но мы посмотрели еще вариант, что будет, если активов будет 500 миллионов. И список дополнился не более чем там 29 компаниями итогов. Вот мы сейчас взглянули на 29 этих компаний и сейчас можно уже сказать, что происходит. И вот это был наш взгляд, сбылось ли. Но в реальности можно видеть, что по сути из того списка, который был у нас, практически вы видите известные кредитованные удостоверяющие центры, которые и сейчас работают, действуют в рынке. И даже те, кто вот допустим под номером 20, мы ждем решения по их аккредитации. Но и вот по другим так же. Кто-то уже прошел. Отлично, прошли. Но что было вчера в 2018 году? 350 аккредитованных. Из них половина ведомственные, мы сразу понимаем, что это ведомственные. 155 коммерческих УЦ. Вот когда цифры звучат, свыше 500, 400 УЦ. Ну, коллеги, давайте смотреть, скажем так, более честно, что половина из них были ведомственные. Да? И сейчас как раз-таки федеральное казначейство ими занимается. Да, здесь я возьму инициативу дальше, поскольку готовил этот слайд, являясь сам, в общем, участником отрасли. И все это развивалось действительно на наших глазах. Спасибо большое Алексею Сабанову. Он развернуто рассказал, каким образом, в общем-то, на плечах этих удостоверяющих центров развивалась отрасль, каким образом решались проблемы, да, и, в общем-то, мотивация и предпринимательская, и технологическая удостоверяющих центров двигала прогресс. Если посмотреть вот так вот панорамно, что было вчера, что сейчас сегодня происходит и что будет завтра, то мы видим следующую картину. Из 350 удостоверяющих центров осталось 24 АУЦ, да, аккредитованных удостоверяющих центра, и 3, вернее, 2 доверенных удостоверяющих центра ФНС России. И, собственно, ожидаем новых участников, и, по-видимому, ну, сейчас видится, да, что число аккредитованных удостоверяющих центров будет измеряться десятками. Важно отметить, что драйверами на первом этапе была электронная отчетность и электронные торговые площадки. То есть они являлись основными заказчиками сертификатов ключей проверки, и сегодня список таких драйверов существенно расширился. Мы видим, что большую роль стали играть государственные порталы. Очень много таких покупателей сейчас или получателей электронной подписи. Электронный документ, наоборот, сильным драйвером является. Ну и, конечно, бюджетный сектор. Мы видим, что государства, чиновники активно получают электронные подписи и сертификаты. Вот сегодня был слайд почти миллион сертификатов, там 800 с лишним тысяч было выдано федеральным казначейством, действующих на сегодня. Очень важный момент – это с точки зрения бизнеса, потому что это такой бизнесовый слайд, да, не технический, а именно бизнесовый. Наличие объектных идентификаторов, так называемых, да. Когда-то, три года назад, было засилие этих объектных идентификаторов. Каждый портал, каждая площадка имели такие идентификаторы, выставляли свои условия их приобретения. Они стоили каких-то денег для пользователей. На сегодня этих объектных идентификаторов ОИД почти не осталось. Это привело к тому, что цена сертификата, ранее варьировавшаяся примерно от 5 до 10 тысяч рублей, упала до объема примерно 1-3 тысячи рублей. Но сегодня такие цены действуют именно за услугу сертификата. Я не говорю здесь про криптосредства или носители. Еще важный момент. Физические носители, которые являлись и ранее основным форм-фактором электронной подписи, они сохранились. Ожидания в части распространения облачной подписи или мобильной подписи пока не оправдались. Вот такой устойчивый и консервативный сегмент форм-фактор именно физических носителей сохранился. Из важных моментов, которые стоит отметить с точки зрения работы удостоверяющих центров, это, конечно, обслуживание клиентов. Надо сказать, что время обслуживания клиентов в связи с введением проверки через СМЭФ, дополнительных мер безопасности, связанных с фотографированием или другими какими-то способами подтверждения явки пользователя, в связи с отменой бумажных доверенностей, конечно, время чуть-чуть увеличилось. Если раньше удостоверяющие центры заявляли об обслуживании за 15, может быть, 30 минут, то сейчас время обслуживания в среднем, по опросам, составляет от 30 до 60 минут. Вопрос, что будет завтра. На этот вопрос мы попросили ответить участников PKI-клуба. Это такое неформальное объединение, которое в телеграм-канале организовал Сергей Кирюшкин. И мы попросили ответить на 5 таких важных стратегических вопросов для того, чтобы понять, а сбудутся ли наши прогнозы. Давайте посмотрим, какие были вопросы, какие были ответы. Очень короткий обзор. У нас предложение такое. То есть мы смотрим, как ответила аудитория, и просим прокомментировать или выдать как раз свое мнение наших уважаемых экспертов. Первый простой вопрос. Какой будет отрасль удостоверяющих центров через 3-5 лет? Если когда-то удостоверяющие центры, наверное, в подавляющем большинстве выпускали сертификаты на коммерческой основе, то сейчас предлагались следующие варианты ответов. Больше государственный, больше конкурентный. Примерно одинаковым будет влияние. Либо государство все-таки прям подавит отрасль и подберет под себя выпуск всех сертификатов. Интересно заметить, что если суммировать два варианта ответа, больше государственной и подавляюще государственной, то это примерно 80% голосов. То есть очевиден тренд среди экспертов. Никто не сомневается в том, что через 3-5 лет отрасль будет сильно национализирована. На что в первую очередь будут нацелены УЦ через 3-5 лет? Очевидно, что до этого УЦ были нацелены как нормальные экономические субъекты на извлечение прибыли. Сейчас ответ, опять же, если суммировать, скажем так, ключевые блоки, можно сказать, что ключевая функция УЦ будет инфраструктурной. В первую очередь это обеспечение собственных других продуктов, то есть каких-то прикладных систем, где используется электронная подпись. Ну и обеспечение инфраструктуры доверия для внешних заказчиков. И только 5% верят в то, что электронная подпись сможет приносить хоть какие-то деньги. То есть очевиден, опять же, тренд в такое государственное значение электронной подписи. Был еще такой провокационный вариант ответа, что государство всех будет контролировать в электронной среде, имея рычаги отключения или включения электронной подписи. Ну, так не очень, скажем так, масштабно оценили этот вариант ответа, всего 17%. Сколько будет стоить электронная подпись через 3-5 лет? Ну, то есть рентабельность бизнеса – это часто функция цены, даже в первую очередь функция цены. Практически 80% респондентов ответили, что она будет стоить либо бесплатно, либо будет стоить минимальных денег, таких, что на них не заработаешь. Соответственно, возможность заработать оценили 10%, 11% всего лишь респондентов. Какой вид подписи будет наиболее востребован через 3-5 лет? Большая часть опрошенных сошлись на том, что будущее PKI светлая, квалифицированная электронная подпись на основе инфраструктуры открытых ключей будет сохранить свое влияние, и 45% респондентов, это самая большая часть, ответили, что именно такой будет электронная подпись. Но если внимательно посмотреть, то неквалифицированную электронную подпись как перспективный инструмент обеспечения доверия и, скажем так, вариант ответа – появится новый вид подписи от государства. Если их суммировать и объединить условно под некой новой неквалифицированной электронной подписью, то респонденты оценили это примерно в том же объеме по значимости, что и квалифицированная электронная подпись. По-видимому, эксперты ожидают сейчас вот такого, скажем так, двуглавого, скажем так, зверя в виде комбинации неквалифицированной электронной подписи и квалифицированной электронной подписи. Ну и последний вопрос касался форм-фактора. Несмотря на то, что до сих пор физические носители лидируют на рынке, их будущее через 3-5 лет видит только 8% опрошенных. Большая часть опрошенных продолжает верить в то, что появится облачная подпись и мобильная подпись. Если суммировать вот эти два варианта форм-фактора, то это в сумме, опять же, около 80%. То есть все эксперты ожидают, что наконец-то появится облачная электронная подпись и мобильная электронная подпись. Теперь мы хотели бы дать слово экспертам. И учитывая то, что сказало профессиональное сообщество, послушать ведущих экспертов, причем от разных отраслей, как из бизнеса, так и от государства. Передаю слово Юрию. Как вы считаете, и уважаемые эксперты, мы попросим вас высказываться, кто имеет желание, берите слово. Ну и также мы несколько вопросов, вернее, дадим возможность и из зала высказаться. Первый вопрос наш, который мы сформулировали, в каком этапе жизненного цикла сейчас находится отрасль устверяющих центров, по вашему мнению. Конечно, мы понимаем, что государственники будут говорить про одно, а коммерческий бизнес, наверное, будет про другое, возможно. Но, уважаемые, можно вам слово, пожалуйста. Ну, во-первых, отрасль удостоверяющего центра, она никогда не была самодостаточной и самоэксплуатированной, скажем так, самодоходной отраслью бизнеса в Российской Федерации. Когда у нас появился один ФЗ, я помню, у нас такие появились замечательные удостоверяющие центры, как ЗАО «Удостоверяющий центр Санкт-Петербург», ЗАО «Удостоверяющий центр Нижний Новгород», которые, собственно, сначала провозгласили этот бизнес именно просто как удостоверяющий центр, но на этих же платформе, это же у ПКФ-форума, было, в общем-то, сказано, что бизнес, именно бизнес удостоверяющего центра не приносит прибыли. Приносит клиенту нужные услуги, а не какая-то электронная подпись. Ему нужны услуги, сдача налоговой отчетности, сдача услуга документа оборота, либо еще что-то. Ему не нужна как таковая электронная подпись. И поэтому удостоверяющий центр, как бизнес, он всегда был инфраструктурной вещью, сбоку, где-то, который помогал иным бизнесам. И теперь, вот на каком этапе жизненного цикла вот этот удостоверяющий центр находится, тут все просто. Давайте мы, удостоверяющие центры, не зависят от, скажем так, от всей политикой экономической ситуации в стране. Поэтому, если мы находимся в периоде санкций, то мы, соответственно, и так же мы живем, и удостоверяющие центры живут тоже в этой же отрасли. Поэтому, если мы хотим выжить в период санкций, мы должны все вместе так же консолидироваться. И если мы хотим консолидироваться, то единственный путь – это консолидироваться вокруг государства. Поэтому у нас мы сейчас живем в жизненном цикле, когда мы консолидируемся вокруг государства, чтобы обеспечивать выживаемость нашей страны, нашей нации на внешнеэкономических условиях. Поэтому ничего страшного нет о том, что у нас в настоящем жизненном цикле в отрасли УЦ происходит кристаллизация вокруг государственных удостоверяющих центров. У нас появляются два основных УЦ ФНС и УЦ Казначейства, собственно, те, вокруг которых мы консолидируемся. Вся остальная отрасль является, ну, собственно, мы начинаем какую-то функцию обеспечивающей. Поэтому я считаю, что в настоящий момент в жизненном цикле отрасль удостоверяющих центров является обеспечивающей отраслью для систем электронного документа оборота, для систем сдачи налоговой отчетности, бухгалтерской и прочее, у удостоверяющего центра обеспечивающая функция. Юрий Геннадьевич, спасибо, Юрий. Если я немножко скорректирую вопрос, классическая модель жизненного цикла – это, как сказать, взросление, бурный рост, плата, а потом старение. Юрий ответил, давайте предложим… Нас убили раньше, чем мы повзрослели. Понятно. Хороший ответ принимается. Роман Валерьевич. Растем мы, выросли или уже стареем? Мне кажется, вы уже выросли, и у вас впереди долгая жизнь. Но, правда, я согласен с оценкой, что у старейших центров у них роль обеспечивающая. Потому что это же, с моей точки зрения, всегда противодействие снаряда и брони, в данном случае, тут либо доступность для граждан санкционных услуг, либо большие доходы для отрасли. Для нас приоритетом, для кого как, для нас к радости, для вас, наверное, к сожалению, является доступность для граждан дистанционных услуг. Поэтому мы для этого будем делать все. Если для этого нужно будет обеспечить минимальную цену на подписи, значит, мы это будем делать. Поэтому мы воспринимаем это как обеспечивающую функцию. Вопрос. Покажите мне, пожалуйста, людей, кому нужны вот эти дистанционные услуги. Кому нужно открывать счета по интернету и так далее. Секунду. Я задал вопрос Роману Валерьевичу. Я уверен, что большинству из присутствующих, как гражданам, это тоже нужно. Денис Анатольевич, вот вы рядом как раз, да. Да, ну на каком этапе жизненного цикла, по моему мнению, наверное, все-таки мы не взрослеем, не стареем, не рождаемся, а перерождаемся. Вот потому что определились новые требования, новые правила игры, которые еще только в стадии либо формирования, либо рассмотрения, проработки. И сейчас вот подводить итоги. Правильно Юрий сказал, что немножко некорректное название. Завершилась ли реформа? Ну, конечно, не завершилась. Она только на ранней стадии развития. И здесь нужно понять, действительно, вот я и с Юрием Масловым соглашусь, насколько теперь значима роль коммерческих УЦ. Потому что, если вспомнить, там, три года назад, когда был голоужин, мы все стояли молча, и голоужин был похож больше на панихиду. Все, типа, ну, о чем мы здесь собрались, пора разъезжаться. Там был другой жизненный цикл. Да, жизненный цикл был печален. Сейчас все полны оптимизма, все приехали в кулуарах, все разговаривают, обсуждают все возможные варианты развития и нормативной базы, и сервисного обслуживания. Ну, наверное, вот Роман Валерьевич правильно сказал, что у них задачи одни, у нас задачи несколько другие. Нам предоставить более качественный сервис. И это не факт, что, я вот отвечаю на вопрос Алексея Геннадьевича, что не всем нужны дистанционные сервисы. И здесь как раз коммерческие УЦ могут предоставить вот именно дистанционные сервисы, в отличие от госпорталов и гостребований, госцели, наверное, государственной цели. И вот очень хотел сказать, Алексей Геннадьевич внимательно слушал Ваше выступление, Вы сказали, что действительно не привлекают технических экспертов при разработке. Мы этого действительно коснулись. Но мне хотелось бы еще добавить, что очень редко привлекают практиков. Вот когда правоприменительно и вообще просто мы как на передовой общаемся с потребителями, заказчиками, с государственными информационными системами, мы видим очень много проблематики. И в одной из, я считаю, ведущих рабочих групп мы очень продуктивно это обсуждаем. И действительно вот эту проблематику поднимаем наверх. И думаю, что нам получается донести до государственных органов, за что там им тоже большая благодарность. Извините, если коротко, то есть на этапе пика, в общем, на этапе… Нет, переформатирование, полное переформатирование. Хорошо, а Вячеслав вот для казначейства. Уважаемые коллеги, спасибо большое. Все-таки несколько позиций как бы в этом отношении услышал. Вы знаете, я достаточно консервативное отношение человека, и для меня понятие подписи цена, отвечая на отдельные вопросы, оно равно коррупции. Потому что цена подписи должна быть бесплатной. Главное, чтобы в голове был вариант, куда ее, соответственно, поставить. Поэтому я говорю, я вот склоняюсь все-таки к тому, что там из череды вопросов, которые там вот самые, стеряющий центр должен быть один. Мы же никто не ставим под сомнение легитимность паспорта, который нам выдает государство. И здесь та же самая история. Вот, для того, чтобы этого разбора не было, соответственно, значит, она должна быть легитимизирована до конца. УЦ казначейства делает большой шаг к тому, что одним казначейством. Да, все могут сейчас подумать, что казначейство пытается и ФНС России монополизировать всю эту историю. На самом деле мы к этому не стремимся. Смотрите, зачем это, на мой взгляд, делает государство? Для того, чтобы навести порядок и потом отдать в рынок. Это эволюция. Эволюция на грани революции. Но, тем не менее, соответственно, революционно мы к этим шагам все равно придем. И я, поминая практику, как бы так же предыдущих ПКИ-формов и так далее, когда было очень много шума на предмет того, что все умрет, все упадет, все ничего не будет работать, говорю, нет, не умрет, не упадет и будет все работать. Государство обеспечит исполнение государственных функций в любом случае. И нам за это, извините, деньги платят. Другой вопрос, очень хороший вопрос, неоднозначный вопрос. На каком этапе жизненного цикла находится отрасль удостоверяющих центров? Ну, я бы на это ответил так, мы растем. Мы растем, получаем опыт. Нам очень далеко еще до взросления, но и мы уже очень далеко от рождения. Я не могу согласиться с коллегами, что это некая реинкарнация, соответственно, удостоверяющая центра в другом качестве. Действительно не могу, потому что мы ведь старые опыты не отмели, мы, соответственно, с ним живем и продолжаем жить, и мы учимся, собственно, дальше. Поэтому, в ответ, мы растем. Да, по вашим графикам было видно, что вы, конечно, на этапе роста бурного находитесь. Вот интересный момент, да. Я отвечу. На самом деле нет. Мы просто отбиваем назад эту позицию. Почему? Потому что, если взять 3-4 года назад, когда закупки, 44-й закон, не было принято поправки, в котором любой аккредитованный удостоверяющий центр, собственно говоря, может принять участие. Мы сейчас вышли чуть-чуть больше за тот уровень, с которым мы до момента вместения этих поправок. Мы просто возвращаем свои позиции в этом отношении. И всего лишь, я подчеркиваю, уважаемые коллеги, нету спроса. Сейчас в госорганах повышаются аппетиты. Знаете, почему? Сервисы приходят. Почему? Госорган знает, что в любом случае он в эту точку придет, он получит сертификат. И он не боится развивать у себя вот эти сервисы. Это объективно. И как мы с этим жмем. И как только, собственно говоря, мы достигнем определенного пика, естественно, будем очень думать, насколько это там эффективно с точки зрения государства именно вот так вот выполнять вот эту функцию, которую может выполнять и дарить рынок. Спасибо. Спасибо. Легко рассуждать про бесплатность, когда есть бюджетная ассигнация, поэтому я не соглашусь здесь про абсолютную бесплатность, хотя, несомненно, бизнес основной строится вокруг сервисов, и мы сейчас к этому приходим. У ЦЭФ, в принципе, вся инфраструктура, соглашусь, с Юрием Геннадьевичем, она рождалась как инфраструктурная составляющая, как сопровождение обеспечения юридической значимости и возможности вообще сдачи отчетности дистанционной. А насчет жизненного цикла, я бы сказала, что, ну, мне кажется, уместнее, учитывая упоминание Дениса ретроспективное, там, Галужина три года назад, говорить не о жизненном цикле, а о жизненной позиции и самоощущении отрасли, мне она напоминает, вот знаете, классическую стадию проживания горя. Сначала у нас было отрицание, да нет, не примут, не может быть. Потом приняли, у нас был гнев, мы тут строили-строили, нам все сломали. Потом был торг, мы делили, кто что будет делать. Потом случилась депрессия, та самая панихида. Сейчас, мне кажется, мы пришли на стадию принятия, когда мы поняли, что оно все уже случилось, реальность, она новая, и отрасль начинает к ней адаптироваться, разворачиваться обратно к сервисам, выстраивать эти сервисы. И я соглашусь с тем, что да, много проблем, да, много открытых вопросов, острых, не совсем согласны принятыми решениями, но та же самая перспектива развития МЧД, хотя сейчас она вызывает больше вопросов, чем оптимизма, она вполне неплохая и вселяет оптимизм в отрасль в целом. Первый вопрос на вопрос. Отрасль каких у Ц? Если государственных, тут все понятно, если коммерческих, сейчас порассуждаем. Значит, здесь уже звучала история, связанная с эволюцией. Мне кажется, что здесь уместнее аналогия с динозаврами и упавшим метеоритом. Вот пару лет назад он упал. Это динозавры? Да, да, да. Нет, ну динозавры умерли, понятно, остались те, кто выжили. И здесь большой вопрос. Вот те, кто выжили, не накроет ли их вторая волна? И эта вторая волна связана с тем, что не станет ли электронной подпись для физического лица бесплатно. Вот если это произойдет, тогда удостоверяющий центр действительно выродится исключительно в ту составляющую, которую здесь уже все сказали. Это просто приложение сервис К. И там роль коммерческих УЦ, она может пропасть. На мой взгляд, это плохая история, потому что коммерческая составляющая, она провоцирует гонку, она провоцирует лучший сервис, она провоцирует создание новых технологий, и бизнес готов это вкладывать, если он видит там прибыль. Если мы полностью исключим эту составляющую экономическую, то, соответственно, мы можем этот рынок немножко потерять. Вот. Поэтому я думаю, что если определять именно жизненный цикл, то в борьбе. Просто сейчас в борьбе, и посмотрим через сколько там, 3-5 лет? Я думаю, короче, срок нужно ставить. Я думаю, что уже через 2 года будет понятно. Время так ускоряется, мы там за 3 года проекцию сделали, а сейчас, наверное, даже на полтора уже прогнозы давать. Хотя, наверное, полтора можем. Услышав уже сейчас многих, мы сейчас уже понимаем, что нас ждет. Ведь те, кто очень внимательно слушают из уст каждого эксперта, для себя что-то обнаруживают. В том числе и про тот зеленый кусочек, где там что-то новое будет рождаться. То есть мы все что-то услышим. И наша задача, как модераторов, это все-таки попробовать немножко так раскачать. Если подвести итоги первого вопроса, то все-таки большая часть экспертов оптимистично настроены, считают, что отрасль не загибается, а она, в общем-то, в каком-то направлении развивается. Переформативно. Да, есть два сегмента, государственный, бюджетный и коммерческий. Но они в каких-то пропорциях по-разному растут. Но растут. У нас много вопросов. Я просто буду чуть ускоряюсь. Мы обещали вопрос зала. Алексей Геннадьевич, у вас уже микрофон даже есть. Но я обещал уложиться в одну минуту. Есть кривая Гартнера, где есть пик популярности, значит, плата расчарования и выход на промышленную. Мы находимся вот как раз на этапе разочарования. Есть просто такая хорошая аллегория. Вот она мне пришла. Мне кажется, интересно поделиться с вами. У нас есть два студента-первокурсника. Один поступил в высшее военное училище. И он заранее знает, что он будет сыт, накормлен, занят, копает обеда до забора и так далее, и так далее. И есть студент-первокурсник гражданский, который денщиком у этого служит, у поступившего на первый курс военного. Почему на первый курс? Потому что он научился сдавать экзамен. Правда, это ЕГЭ, но он уже что-то умеет. Но еще многого не знает, и ему нельзя поручить очень серьезные вещи пока. Вот у меня такая аллегория. Если вы согласны, можете похлопать. Как каждый по-своему оценит эту аллегорию. Давайте двигаться дальше. Есть очень важный вопрос, который попросили даже поднять повыше в приоритетах на эту секцию, коллеги. Это вопрос нормативных актов, которые необходимо принять, чтобы все-таки УЦ работали без перебоя. Потому что любое изменение – это всегда риск беспорядка. С другой стороны, между беспорядком и наведением порядка всегда есть больший беспорядок. И к этому надо спокойно относиться. Во время любой уборки так происходит. Какие нормативно-правовые акты надо принять? Просьба высказаться тем, у кого есть такая боль. Я так понял, что мы опять идем. Тот, кто первый сказал в прошлый раз, тот теперь начинает в этот вопрос. Да, если можно коротко. Значит, да, по-коротку. Хочу напомнить все-таки о том, что блюдо считается вкусным, когда выполняются несколько условий. Когда у нас есть хороший рецепт, когда у нас есть хороший повар и когда у нас есть качественные продукты для приготовления этого блюда. Тогда у нас, скорее всего, большая вероятность, что мы не отравимся, мы съедим то, что есть, и нам это понравится. А также здесь с удостоверяющими центрами. Если у нас остаются удостоверяющие центры, как здесь Федор Владимирович сказал, что о том, что мы не убьем удостоверяющие центры физических лиц, они у нас останутся, значит, у нас останется вот эта вот потребность в качестве оказания услуг удостоверяющего центра для физических лиц. Как мы их? Потому что сейчас у нас на данный момент, у нас только Минцифра выполняет функцию рецептуры, да, вроде рецепт у нас нормально, что мы отбираем удостоверяющие центры, удовлетворяющие определенным некоторым требованиям. Но мы не знаем о качестве повара, а также о качестве тех блюд, которые он готовит, правильно? Вот, поэтому я считаю, что нам не хватает нормативно-правых актов, которые будут на всем протяжении после аккредитации, государственной аккредитации удостоверяющих центров контролировать процесс оказания услуг удостоверяющего центра. То есть у нас нету правых актов, контролирующих вот этот жизненный цикл, то есть периодически плановые, внеплановые и так далее контроли, а контроль это когда мы должны прийти в удостоверяющий центр, спросить, как ты оказываешь услуги и сравнить их с тем, что мы считаем правильными. Вот этих нормативно-правых актов у нас нет. То есть мы сейчас только необходимые условия для качества оказания услуг в удостоверяющих центрах, но нет достаточного условия. Да, меня могут сейчас кидать помидорами, тухлыми все остальные удостоверяющие центры, я за ужесточение работы аккредитованных удостоверяющих центров. Но, к сожалению, аппарат, существующий аппарат контроля не позволяет это обеспечить. Ну, надеюсь, это изменится. Игорь Михайлович, правильно ли я понимаю, что должен быть в режиме какого-то значимого нормативного акта описан весь порядок работы удостоверяющего центра? Он написан должен быть и порядок контроля на соблюдении этого, условно говоря, регламента точного, который не просто обобщенный, а более точный. Я пришел просто в эту отрасль с Министерства образования, с образовательной деятельности, занимался до этого аккредитацией образовательных учреждений, профессионального образования. И вот там вот эта вот система аккредитации учреждений дополнительного высшего профессионального образования, дополнительно к высшему профессиональному образованию, 400 параметров, по которым оценивается деятельность каждого образовательного учреждения. В целом понятно. Спасибо. Какие еще есть боли? А потом дадим слово, наверное, Роману Валерьевичу, когда все боли выслушаем. Вот что сейчас приоритетом является именно в плане пробелов или коллизий законодательства? Я бы добавила аллегорию, продолжила, что для того, чтобы блюдо состоялось и было вкусно, должен быть еще аппетит. И подача должна быть блюда своевременно. И некоторые блюда своевременно не поданы. И все ингредиенты должны быть в наличии. У нас некоторые ингредиенты сейчас могут попасть под санкции. Так, например, выпасть усиленные неквалифицированные подписи, те способы идентификации, которые сейчас прописаны. Звучал вопрос, от чего же у нас ДТС не развивается, не колосится. Это, правда, не совсем УЦ, но, наверное, потому что там стоит оговорка о том, что необходимо межгосударственное соглашение заключать. Это не очень понятно, как бизнес на своем уровне и взаимодействие битуби соглашения может заключить межгосударственное соглашение. То есть, ну вот, есть над чем поработать, и это болит. Мы регулярно об этом говорим и надеемся, что нас все-таки услышат. Правильно я понимаю, что пробел в том, что не описаны сферы применения неквалифицированной подписи. Нет, ужесточенная идентификация, то есть, по сути, НЭПа приравняли к КЭПам. По способам идентификации, то, что у нас произойдет 1 января, и для нерезидентов это породит колоссальную проблематику, потому что, по сути, у нас НЭПа можно будет получить с 1 января дистанционно, если вы не пришли в УЦ, только если у вас есть подтвержденная запись на госуслугах. А теперь представим какой-нибудь Хуньвэнь из провинции Суань, который хочет торговаться на бирже, купить лес в России или что-то еще. Каким образом он поедет в Москву из провинции Хуань? Или что? ДТС у нас тоже пока еще только-только отрасль раскачивается, и это та история, которая бы могла как раз быть переходным периодом, и она им и служила. Но вот у нас, получается, сейчас образуется такой разрыв. Какие предложения, Анастасия? Что нужно сделать тогда в этой ситуации? Ну, пересмотреть, по крайней мере, до адекватной степени развития ДТС, расширить способы удаленной идентификации для НЭПов, для нерезидентов. Пусть это будет оговорка, пусть это будет там некорпоративный сектор, но хотя бы нерезиденты, чтобы мы не закрывались от всего мира, и только-только начинающийся трансгран мы не прихлопывали, скорректировать этот момент. Это действительно важно. То есть дать большую степень свободы процессу идентификации при выпуске сертификатов неквалифицированных, правильно? Да, возможно, и вырегламентировать, возможно, сделать отсылки к другим способам. Но можно посмотреть на иной опыт, который есть в западной сфере. Денис? Ну, я бы хотел, наверное, дополнить Юрию Геннадьевичу, что-то свое привнести, но мне кажется, все-таки в законодательстве не хватает одного момента, это четкого его трактования, потому что зачастую госорганы смотрят и трактуют нормы закона по-своему, а они неоднозначны. И для этого требуется ряд разъяснений, либо ряд корректировок, и все это очень тормозит и по времени, и нет понимания. Мы практически сегодня целый день говорим об одном и том же, нет МЧД, нет реестра, что делать с теми сертификатами, пока будет внедряться МЧД, которое выдано аккредитованным удостоверяющими центрами. Ну и, наверное, все-таки нужно посмотреть регулятором в ту сторону, чтобы не быть предвзятыми, не быть предвзятыми к той или иной отрасли, потому что, ну, не секрет, что многие какие-то свои интересы преследуют. Вот взять ту же систему ДУЦ, для меня, честно говоря, не очень понятно, как она выстроена, как работает и работает ли вообще. Про ДУЦ будет отдельный вопрос. Если я правильно понимаю, главное более МЧД, да? Ну и МЧД, не только МЧД. Есть ряд неоднозначных создаваний, но это вот не, допустим, не к Минцифре, а тот же вот характерный пример, который вот сейчас у всех на слуху, это что делать там с новой структурой сертификата. Заполнять, не заполнять. Когда регулятор, всем, наверное, известно, за одну неделю два разных мнения выдал. Заполнять, и, наверное, на физлица, потом, точнее, не заполнять, потом заполнять. И очень трудно объяснить, когда ты объясняешь своим партнерам, и вообще нужно дорабатывать и системы, и государственные информационные системы. То есть заранее можно было бы это предусмотреть, чтобы однозначно трактовалось. Мы знаем же историю со СНИЛСом, когда тоже рынок лихорадил, и 50 на 50 было разделено мнение, потом, когда вышли разъяснения, все взяли под козырек и побежали в одну сторону. То есть вообще сделать такой практикой, выпускать методические рекомендации по применению того или иного приказа? Да, совершенно верно. Ну, либо изначально под какую-то нормативку, как вот Юрий Геннадьевич говорил, разрабатывать некий такой регламент. Такая уже сервисная функция будет от регулятора, чтобы было удобно правоприменять. Да, сервисная, не сервисная, но все-таки это функция регулятора, чтобы было однозначное трактование. Хорошо. Есть ли пожелания к регулятору, у казначейства или у налоговой службы? Спасибо, уважаемые коллеги, за вопрос. Конечно, есть какие-то. Только я о них рассказывать не буду, мы с ними поговорим отдельно. Коллеги, я читаю вопрос, собственно говоря, хотелось бы ответить вот как. Никаких нормативно-правых актов не нужно принимать. Объясню почему. Давайте доделаем то, что мы уже наваяли. Бизнес с сообществом и так далее и тому подобное. Я, уважаемые коллеги, хотел бы вернуть фишку по машиночитаемой доверенности, насколько так мы принимали участие в обсуждении, собственно говоря, и федерального закона и так далее. Мне, честно признаться, странно слышать то, что бизнес не готов к машиночитаемой доверенности. Почему он не готов, он ее и предложил. И он ее и предложил. То есть, когда казначейство что-то предлагает, мы уже знаем, что процент мы это сделаем или нет. А бизнес предложил, а, извините, не издюжил. Ну, это я к слову. Давайте сразу сказать, вот бизнес быстро допилит, а вот государственные информационные системы, насколько они быстро разыграют конкурсы и выбьют бюджеты. А вот это я бы хотел с вами поспорить, на самом деле. Хорошо, давайте. Не всегда бизнес, бизнес хорошо и быстро допилит только то, что выгодно бизнесу. А когда речь заходит о гражданах непосредственно, и где бизнес не получит никаких, он не особо торопится и допиливать. Совершенно верно, на этом заработать нельзя, поэтому и не допиливать. Поэтому здесь, в этом отношении, это в очень навсегда будет ложиться, социальная инфраструктура, соответственно, всегда будет ложиться на плечи государства, мы готовы, и государство будет это все тянуть. Дальше, соответственно, я бы поставил немножко по-другому вопрос. Коллеги, нам пора уже уходить в сторону нерегулирования всей этой нашей деятельности на уровне федерального закона. Нужно возвращаться в мировые практики, регулировать эти вещи стандартами государственными. Закон – это дело хорошее, но слишком тяжелая конструкция для того, чтобы этим оперативно реагировать. Весь мир работает в этом отношении госстандартами. Есть отсылочные нормы на нормативных правовых актов, и это гораздо гибче конструкция, как показывает практика, потому что стандарт – это как раз мнение сообществ, а регулятор выступает здесь в роли экспертизы, право применения, соответственно, и наложить эту сумму закон. Конструкция гораздо гибче. Сейчас, на мой взгляд, и закон, и, собственно говоря, вышедшие из-под него нормативные правовые акты, они слишком перенасыщены деталями. Отсюда порождается история, когда там написано так – это надо, дайте разъяснение, дайте разъяснение, дайте разъяснение. Да не нужно этих разъяснений на самом деле. Да, понятно. То есть ответ такой – не менять что-либо в конкретном законе, а поменять подход к архитектуре кодифицированию. И нужно сделать то, что уже написано. Давайте, мы же сообщество, спрогнозировать то, чего я не сделаю, конечно, можно, но это как сделаем, так и будет работать. То есть в законе оперировать только юридическими категориями, а все остальное вынести на уровень стандартов и к ним ссылать. Да, совершенно верно. Понятное предложение, спасибо. Мы договорились, что вопросы из зала, да, перед тем, как Роман Валерьевич, уже третий урок, а так, Сергей, а, Иван, Иван Янсен, да, коротко, хорошо, что мы. Предложение по поводу законодательства. Собственно говоря, на полной поверхности лежит, это установить переходной период для внедрения МЧД. Ну и поддержу Анастасию то, что детализировать способы дистанционной идентификации для УНЭПа, потому что, например, УНЭПа, по-моему, более чем логично продлять. Мы, может быть, при каких-то там оговорках, говорили с Романом Валерьевичем об этом, но все-таки было бы, наверное, правильно их сделать. Пожелание услышано. Еще передайте, пожалуйста, микрофон. Алло. Можно, да? У меня вопрос к Вячеславу Брашко. Как раз в рамках вашего выступления звучит информация, что нет необходимости каких-то нормативно-правых актов. Но у меня вопрос. Вот федеральное казначейство, и вы используете такую терминологию, как доверенные лица казначейства. Я бы хотел понимать, откуда такая терминология взялась. В законе такого нет. Есть доверенные лица ФНС. Ну, как же. Поправьте, если вдруг. Доверенные лица, соответственно, там... Сейчас вот не назову прям статью, они точно есть. Казначейство? Они есть у любого удостоверяющего центра. Могут быть, вернее. Для любого удостоверяющего центра. Да, просто у ФНС у них особый статус. И особые требования. Спасибо. Только не забываем, что у доверенных лиц нет права, за исключением у ФНС, генерить ключи пользователей. Добрый день. Можно еще вопрос? Я от Республики Казахстан. И вопрос такой. Мы давно хотим, как национальный удостоверяющий центр, выпускать для своих пользователей ключи, чтобы они могли работать в Российской Федерации. Но до настоящего момента мы не знаем, как это сделать. Потому что, первое, нет правил регистрации иностранных удостоверяющих центров в доверенных третьих сторонах, в доверенных третьих сторонах Российской Федерации. И нет правил проверки подписей. Потому что каждый выполняет ее сам, кто-то проверяет все проверки, кто-то половину выполняет. И это касается работы информационных систем. Но в первую очередь хотелось бы, чтобы появился какой-то нормативный акт, как зарегистрировать иностранный удостоверяющий центр, чтобы его пользователи могли работать в информационных системах Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Роман Валерьевич, тут уже вопросы больше к регулятору. Я надеюсь, я не забыл ни одного вопроса. По поводу предложения Юрия Маслова. Он утверждает, что не хватает актов про контроль. Мне кажется, что акты все есть. В частности, есть требования к порядку работы удостоверяющих центров. Мы там постарались отразить максимальный компромисс того, что мы хотим удостоверяющих центров и желание удостоверяющих центров действовать максимально свободно. Если бизнес настаивает на ужесточении требований, мы, я думаю, не будем против ужесточить дополнительные. Значит, акты по процедурам проверки, они нами утверждены. Есть соответствующие законы. Мне не очень понятно, что еще необходимо, но, опять же, повторюсь, мы готовы выслушать предложения бизнеса. Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы детально описать, в том числе, стандарты идентификации, например, как наиболее уязвимого звена. Эти требования уже предусмотрены в законе. И они детализированы в требованиях к порядку работы удостоверяющих центров. Что еще нужно? Очень высокоуровнево на сегодня все-таки. Я не знаю, там конкретной реализации предусмотрены. Речь идет о том, чтобы прописать, усадить перед собой, сделать фотографию в таком-то, например. То есть я не знаю, какие могут быть средства подтверждения того, что была личная явка, чтобы потом можно было их проверить. Не хватает, не хватает подзаконным, как его сделать. Закон и подзаконные акты текущие не говорят о том, как сделать блюдо вкусным. Хорошо, но возможный ответ, что возьмите, сделайте. Наше ощущение, что это уже какая-то, мне кажется, инфантильность. То есть не стоит настаивать на такой же детализации. Если нужно, придумайте сами, как это сделать вкусно. Это же хорошо, когда в бизнесе есть свобода. Вы знаете, хорошо, когда в бизнесе есть свободно, при миллиарде требованиям, миллиард, допустим, требовать. А как сделать блюдо вкусным? Да вы сделаете сами, но миллиард положите. Хорошо, сейчас пошла уже такая, знаете, больше про вкусовые такие, какие-то качества, да? А наша задача ее как-то конкретизировать. Сергей Анатольевич потом готовить общую резолюцию, и предложение как-то включать нужно? Арман Анатольевич продолжит, наверное, да? Потому что есть еще записанные вопросы. Анастасия Лабуцкая говорила, что про проблемы с ДТС по поводу межгосударственных документов. Но у нас была встреча в рабочей группе в аппарате правительства. Денис не даст соврать. Мы там договорились, что мы, я вот, к сожалению, на своем докладе это не упомянул, но мы там договорились, что мы дополним этот международный договор также соглашением участников взаимодействия. Я думаю, это решит вот ту проблему, про которую говорила Анастасия. По поводу требований к порядку идентификации НЭП, но они шире, по нашим ощущениям, относительно КЭП. Если нужна дополнительная детализация или расширение, готовы обсуждать, главное, чтобы эти способы были безопасными. Так, вопрос Дениса Булкаева по поводу толкования НПА. Но я не знаю, у нас же тема, это какие акты необходимо принять. Ну, наверное, надо там разъяснять, я не против. Мы подобную функцию выполняем. Да нет, Роман Валерьевич, я наоборот, раз Вы упомянули, мы все это обсуждали в рабочей группе, и теперь только вопрос в том, когда они выйдут эти НПА. Какие? Если речь идет о методических рекомендациях, то это не нормативно-правовые акты, это скорее разъясняющие письма. Разъясняющие письма нами выпущены. Что касается разъяснения применения приказа ФСБ, ну, это как бы не к нам вопрос. Правила заполнения культурного сертификата, я это обозначил. Ну, я предлагаю Денису потом пробежаться. Так, ну, коллеги, мы идем дальше. Спасибо, Роман Валерьевич. Здесь вопросы где-то и перекликаются друг с другом. Ну, такой же прогностический. Что мы говорили за три года, да, так посмотреть. Ну, давайте в три года посмотрим, и просто мнение. Это мнение ни к чему не обязывает, на самом деле. Просто услышать мнение экспертов. Кто они будут, эти организации? И вот основной интересный вопрос, в чем будет сосредоточена добавленная стоимость аккредитованного стверяющего центра? Вот это вот интересует. Как вы видите? Если можно очень коротко, сколько будет УЦЕ, и в чем, в общем-то, должна быть тогда их новая ценность? Потому что не обязательно динозаврам вымирать, им еще можно стать рыбами или взлететь в воздух, как птицы? То есть здесь есть разные варианты развития событий. Просьба высказаться экспертов. Ну, опять начинаю я. Как бы каждый вопрос, группа вопросов. Значит, ну, в первую очередь, хотя бы скажу о НАСА КриптоПро, что мы ушли с рынка УЦЕ, потому что мы продавали именно как услуги УЦЕ, чистые, мы не являемся операторами электронного документа оборота или задачи отчетности, и наши потери в этих изменениях условий составляют приблизительно 80% от общего уровня выручки по услугам УЦЕ, как мы были. И, соответственно, вот мы стали доверенным лицом удостоверяющего центра TaxCom, потому что это выгоднее, чем быть аккредитованным удостоверяющим центром. Но приблизительно, соответственно, такая же штука происходит и с рынком аккредитованных УЦЕ. То есть они уходят от того, что, типа, а вдруг я что-то заработаю, а уходят к тому, что смогу ли я заработать. Соответственно, эти аккредитованные удостоверяющие центры, они не становятся не сами по себе, а инфраструктурными, дополняющими к сервисам электронного документа оборота, электроздачи отчетности и так далее. То есть это не самостоятельный бизнес, как бы, меняется. И через 3-5 лет это будет именно профилирующее, что бизнес АУЦ как самостоятельный, он уйдет с этого рынка. Соответственно, будут цели ставить именно оказание сервиса получателям, то есть населению, гражданам, юридическим лицам. Государство в этом поможет или не поможет, это мы уже у них можем спросить у государства. И добавленной стоимости АУЦ как таковой уже не будет. Она растворится в стоимости оказания услуг удостоверяющего центра. Она может быть фиктивно сформирована там 600 рублей за услугу сертификата, 500, 100, но она не имеет реальной основы именно по себестоимости. То есть это чисто маркетинговая фишка, которую ее назовут. Потому что к реальной стоимости она отношения имеет не будет. Геннадьевич, можно чуть-чуть конкретнее? Какие именно услуги? Понятно, что клиентам не нужны сверлы, им нужны отверстия в стене, а может быть даже картина повешенная. Услуги для юридических лиц, услуги документа оборота, это у нас все понятно, услуги для взаимодействия с государством, сдачи налоговой, бухгалтерской отчетности. Это у нас появляются услуги по электронному документу оборота, по первичным фактам финансо-хозяйственной деятельности организации, договора, УПД, акты, всевозможные вот с этим связанные. У нас появляется кадровый документ оборот, он будет развиваться. Вот организация, он уже сейчас есть. У нас среди аккредитованных удостоверяющих центров мы видим большую долю ритейлеров, операторов сотовой связи и так далее. Это связано с тем, что они как раз в первую очередь для себя делают документы оборот, чтобы оптимизировать свои затраты на документирование фактов финансо-хозяйственной деятельности. Вот у нас тут перекресток там, мы уж не будем, ладно, называть их все, которые у нас аккредитованы, они для себя. То есть это РЖД, Газпром, банки, они для себя делают, а не для рынка как такового. Они оптимизируют свои затраты крупные, но есть у нас те, которые хотят выйти на рынок. Они даже не хотят, они вышли. Контур там, Тензор, Текском, Энкомпани там. Значит, те, которые вышли на рынок давно уже, и они являются операторами электронного документа оборота, и они хотят остаться в этом качестве. Для тех, кто не может сам поднять у себя вот этот вот электронный документ оборот по фактам финансо-хозяйственной деятельности, им окажут внешний аудит. Денис, Анастасия, вот к вам вопрос. Вы же контур, Текском вспомнили. Да, и, соответственно, когда мы говорим про добавленную стоимость, добавленной стоимости как таковой аудса не будет. Она растворится по стоимости оказания именно услуг по электронному документу оборота. Юрий, спасибо. Доклад закончен. У нас упомянутая компания здесь, да? Ну, лидеры, мы все здесь практически лидеры находимся. И вот Анастасия Сергеевна, и Денис, прокомментируйте. И ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ну, на самом деле я, Юрий Геннадьевич, поддержу в том плане, что, наверное, на первый, ну, мы уже говорили об этом, на первый план выходит это все-таки сервисное обслуживание, стоимость будет, и она сейчас, на самом деле, уже там, условно говоря, вшита в ту или иную услугу. Вот, чтобы было понятнее, я приведу пример. По выдаче подписи УЦ ФНС. Мы участвуем, помогаем, стараемся и методически, и организационно, со всех сторон подойти комплексно, чтобы помочь ФНС выполнить те поставленные задачи, которые вот перед ними стоят по 63-му ФЗ, выдачу на первых лиц. И ситуация следующая. То есть, если крупная компания, она получает, и там большой штат сотрудников, там есть IT-инфраструктура, технические директора, которые все это обеспечат, все это сделают. Но есть средний, малый бизнес. И вот мы с рядом управлений, когда проводили эксперимент, сначала это звучало так скользко, а потом это явно уже и уже звучало в лоб, и задавали вопросы, наверное, больше к руководству ФНС, в том плане, что когда человек получил сертификат, электронную подпись УЦ ФНС, он остается один на один. Это те, которые, я повторюсь, не имеют квалифицированных специалистов. Они говорят, что мне с этим делать. Они не понимают, что с этим дальше делать, куда мне идти. Они приходят в те сервисные компании, которыми мы являемся. TaxCom и наши коллеги, которые обеспечивают там и регистрацию, и отчетность, и электронные документы оборота. Это вот все к тому, что как раз сервисность и комплексный подход к клиенту, он обеспечивает ту востребованность, которая дальше будет, я думаю, только возрастать. Понятно, что госуслуги и госкорпорации тоже смотрят в эту сторону, но они, как тоже здесь прозвучал тезис, внутрикорпоративно, наверное, больше рассматривают свою потребность, идут в эту историю аккредитации. А все-таки рынок большой, рынок большой, и где требуется более качественный сервис. Денис, сколько останется УЦА через три года, на ваш взгляд? Станет. Ну, если… Более оптимистичная формулировка. Это как анекдот. Делаем ставки, записываем, через три года проверим. Все записывается. Сколько останется? Станет. Коллеги, я начну. Мы же прогноз. Сверху, сколько останется, сколько станет и так далее. Объективно сейчас позиция с точки зрения укропнения. То есть маленькие удостоверяющие центры вливаются. В большие удостоверяющие центры это хорошо, это практика хорошая. На самом деле, я вот читаю, опять же, на отвечу, попробую на вопрос, какие будут эти организации, какие цели они могут стоять перед собой, сколько будет через 3-5 лет. Коллеги, я вот сейчас тоже анализирую и ответы и больших, и крупных удостоверяющих центров. Почему-то мы опять скатываемся к истории, когда для обеспечения деятельности ФНС, для обеспечения деятельности ФНС мы справимся, мы найдем способы справиться, соответственно, с госфункцией, которая нам вручена, государству, силу закону. Но опять забываем о гражданах, о простых гражданах, которые должны пользоваться какие-то там услуги от государства и так далее. Опять мы о них не говорим. Мы говорим опять о людей-люди, которые сдают отчетность, которые таким-то образом долги платят государству, налоги платят государству. Но опять не говорим о пенсионерах, о людях, которым мы должны повышать качество жизни. Об этом сейчас нужно разговаривать. И когда мы будем говорить о том, сколько будет добавочная стоимость удостоверяющих центров, мы опять, мы эту добавочную стоимость равно клиент, как будет зарабатывать, мы говорим о чем? Мы говорим о бедном индивидуальном предпринимателе, который будет сдавать отчетность, или мы говорим о гражданине, который хочет получить госуслугу, который хочет адресную выплату от государства. На текущий момент у нас очень много народу зарегистрировано в государственных услугах. В рамках этих ковидных мер государство платит адресные выплаты. Адресные выплаты сейчас проходят по заявлениям, которые не подписаны ничем. Почему мы об этом не говорим сейчас? Сколько останется ОЦ? На текущий момент я повторю. Останется четыре, три из них государственные. Федор, ваше мнение? Сколько останется ОЦ? Да, можно я отвечу. Почему мы не говорим о гражданах? Тем более, прости господи, о пенсионерах. Да им не нужна электронная подпись, потому что блюда есть хорошо, когда есть аппетит и потребность. У них нет потребности. Те же самые госуслуги, что заявления ничем не подписаны, это лукавство. С точки зрения 63 ФЗ, логин, пароль равно ПЭП. Так что они подписаны ПЭПом. И подтвержденная запись на госуслугах, это личная явка. Так что это ПЭП в полной версии. А КЭПы им не нужны. У них нет в этой потребности. Когда попытались, прости господи, недвижимость под это дело сделаться, просто мошенничество начало процветать и очень сильно подорвало инструмент к этому. В итоге, слава богу, нотариат нашел адекватную возможность сделать нотариальные сделки в электронном виде. И часть сделок ушла туда. Либо потом пришли профессиональные игроки. Но опять-таки профессиональные игроки создали сервисы, которые стали понятны гражданам. В чистом виде КЭП условной бабушке из Урюпинска не нужен. У нее нет в этом потребности. Для нее это тяжело, сложно и непонятно. Цыплят по осени считают. Я не знаю. Я считаю, что все-таки десятки. И какие будут организации, организации станут сервисные. Я абсолютно согласна с прогнозом, что КЭП сам по себе не нужен. Уже сейчас, а впоследствии тем более. Поэтому все уйдет в сервисы, уйдет в сопровождение, объяснить, что это, зачем это, как это применять. И кто сможет максимально автоматизированно построить такую систему, кто научится отвечать не только на вопрос, что это Пупкин подписал. А имел ли право Пупкин это подписать, тот и будет в рынке, тот и будет зарабатывать. Окей, мы имеем разные версии ответов. 3, 4, 4, 4, 4, 4. А можно еще послушать правильный ответ? Для нас было бы оптимальнее, чтобы мы могли ежегодно все эти удостоверяющие центры проверять. Вот это для нас правильное количество. А вот называть… Вот я хотел бы избежать ответа на этот вопрос. Роман Валерьевич, скажите любое количество, которое вы можете управлять, которым вы сможете управлять. Что еще раз? Любое количество ОЦ, которым вы сможете управлять. Мы им не управляем. Ну, косвенно. Контролируем. Я на самом деле ответ на это просто давал несколько лет назад. Я вот сейчас отдавать его не буду. Коллеги, можно еще Федору дать слово? Сейчас, можно я вопрос? Я, собственно, добился микрофона. Компания «Мегафон» Плесняков и Игорь. Уважаемые эксперты, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Как нам понимать такую ситуацию, которая сейчас происходит? С одной стороны, идет ужесточение требований, повышение просто до уровня космоса к организации деятельности ОЦ. А с другой стороны, мы все видим, что происходит в том числе и с посыла наших органов власти, самых верхних, что нужно все упростить для граждан до такого уровня, что вообще ничего не надо делать. И мы это наблюдаем на госуслугах. Когда с даже не полностью подтвержденного аккаунта в ЕСИ можно получить кредиты, можно лечиться всего, что есть в этой жизни у гражданина. И это, в общем-то, вызывает некий диссонанс. Предложение или вопрос? Это вопрос. Это вопрос. В чем, куда нам тогда двигаться? Если с одной стороны нас закручивают гайки так, что за ушами трещит, а с другой стороны, на том же портале госуслуг можно сделать все по ПЭПу, который там вообще ничем не подтвержден. Спасибо. Анастасия сказала универсальную формулу. Сначала, как сказать, переживать, а потом принять, мне кажется. Что еще ответишь? Федор. Я, честно говоря, на этот вопрос тоже отвечать не планирую. Да, потому что если есть разные движения от разных представителей органов власти, это, конечно, проблема, с одной стороны. С другой стороны, мы ее здесь точно не решим, и ответа мы здесь точно не дадим. То есть со стороны службы все очень просто. Мы разграничиваем для себя понятие, где нужна строгая идентификация, и строгое подписание, где нужен УКЭП, и где ситуации не настолько с нашей точки зрения опасны, где можно использовать другие виды либо электронной подписи, либо другие виды идентификации. И, собственно говоря, мы по этому пути идем. То есть если мы относим документ к суперважным, для нас отчетность, счета факторы, то, соответственно, мы требуем одного. Если мы говорим про свою среду доверенную, то мы говорим про УНЭП. Если мы говорим про ситуацию, которая законом еще не окучена, соответственно, там тот вид подписи, который разрешен. Ну, это я причислю второй федеральный закон. Сколько будет АУС через 3-5 лет, сколько выживут? Какие будут эти организации? Это, как уже сказали, будут сервисные организации. И точно это не цель. Быть АУСом – это не цель. Быть АУСом – это добавочная фишка, которая прибавляется к основной деятельности организации. АУС не зарабатывает, как АУС. Это уже, мне кажется, все тут сказали, и с этим надо смириться. Все. Максимально быстро. Можно еще добавить? Дадите. Вот я просто на ответ господина Познякова в том, что где вот та грань между закручиванием гаек и пофигистическим отношением ко всему, ко всему, что есть. Я думаю, что эта грань будет выстраиваться со временем. Да, сейчас на госуслугах можно зарегистрировать на… Я на тебя возьму сейчас и зарегистрирую 100 такси. 200 такси, 1000 такси. И ты будешь платить налоги, и любой суд будет как раз… Не я буду платить, а он будет платить. И это нормальная практика. Она есть, эта практика. Такая. Главное, чтобы платил, да. Да. Главное, чтобы ты заплатил. Вот. И я думаю, что жизнь, она сама отрегулирует вот это многообразие наших взаимоотношений между субъектом и государством, между субъектами и так далее. Она сама отрегулирует и переведет. Ага, у нас начали мошенничество с такси, значит, давайте мы введем какую-то квалифицированную подпись в суд регулирования там или еще что-то. Я думаю, скорее всего, так и будет. Мы будем идти последовательно в поступательные движения по мере появления новых отношений в электронном виде. Сейчас придумать универсальную формулу для всех отношений, правоотношений в электронном виде, я думаю, невозможно. Юрий Геннадьевич, хорошо. У нас много вопросов. Знаете, хочется и поговорить, да, и время в то же время ограничено, и хотим результат все-таки какой-то получить. Прогнозы мы услышали, да, у нас впереди три года, посмотрим. Так, Алексей Анатольевич, ваш прогноз? Мой прогноз? Да. Я думаю, что будут все-таки единицы реально выдающих большие объемы, а все остальные будут инфраструктурными для собственных нужд. Вот в таком ключе. Хорошо. Ну и свое предположение скажу, что с учетом того, что было у нас после первого июля, аккредитовано по новым правилам, та тенденция, которая идет, и обращение я с запросами, с вопросами даже в Руссел приходят и проконсультируются. Мы направляем к тем, кто уже аккредитован нашим. Я предполагаю, что будет до сорока. Ну, а там посмотрим. Ну, не сорок, Юрий Геннадьевич, до сорока. Так, хороший, да. Идем дальше. И Алексей. Вопросы про ДУЦ, как раз их начал задавать Денис. Вообще говоря, в чем смысл ДУЦ, как они будут работать, зачем туда идут, например, госбанки. Здесь мнение экспертов, которые чуть-чуть лучше знают, наверное, зачем они туда идут. Давайте послушаем, Юрий Геннадьевич. Традиционно я начинаю серию вопросов. Я скажу так, не знаю. Больше я вот ничего не могу сказать. Спасибо, Юрий Геннадьевич, за ответ. Зачем идут в ДУЦ, не знаю. Это не мой бизнес. Хорошо. Кто готов прокомментировать? Есть кто-то, кто знает. Ну, я думаю, тут лучше представители ДУЦ сами за себя, может, прокомментируют. Есть в зале. Ну, я так понимаю, что… Ну, моя гипотеза как эксперта, что идут, смотря, что у нас банк больше не банк, а экосистема, и это попытка забрать на себя больше сервисных функций, чтобы получить больше точек отношений с клиентом. Если я заблуждаюсь, то пусть меня поправят представители этой самой, не банка, а экосистемы, которые есть в зале. Спасибо. Они есть в зале. Так. Ответ ищут. Давайте там. Пока, да. ДУЦ думает, хочет он раскрывать свою карту или нет. Мы раскроем их за них. Ну, люди же, которые приходят в федеральную службу в качестве ДУЦ, они же каким-то образом мотивируют это свое желание, и они мотивировали тогда, когда эта история появилась, собственно говоря, в федеральном законе, как особое исключение для службы, мотивировали следующим для того, чтобы не разрывать клиентский путь. Для чего не разрывать клиентский путь? Чтобы клиент не уходил в другую структуру, и в момент, собственно говоря, оказания ему услуги по выпуску сертификата, включая электронные подписи, навязать дополнительные услуги. Мне кажется, что здесь, в принципе, история довольно простая. Вот, собственно говоря, поэтому идут. Почему государственные банки? Сейчас два доверенных УЦ. Какой у них клиентский путь? А вот аналитический центр и Сбербанк? Не у них, у их клиентов, давайте так. Какой у их клиентов клиентский путь? Ну, смотрите, вы приходите, открываете ключ электронной подписи, параллельно вам могут дать кредит на развитие вашего малопредпринимательства. Дополнительно вам могут быть открыт какой-то… Сбербанка, понятно. И так далее, и тому подобное. Аналитический центр, коллеги из аналитического центра здесь точно есть. Но еще плюс к этому, это хорошая реклама. Я доверен его доставить в центр ФНС России. По сравнению с другими АУЦами, о, пожалуйста, у меня дополнительная плюшка, меня дополнительно проверили. Со мной точно вы там сдадите отчет. У нас же основная масса тех, кто получает ключи, надо понимать, что это люди, не сильно посвященные в нюансы 63-го федерального закона. И такая коммерческая привлекательная вывеска, она просто дополнительно играет на руку коллегам. Это все. Больше клиентов, больше прибыли. Если есть представители аналитического центра, может быть, дадим… Попробуйте проверку. К сожалению, не оказались. Не только аналитического центра. Тут Савва был, Алексей Есенченков. Зеленая экосистема, ответ найден. Так. Иван. Коллеги, Рассел Торки, единая электронная торговая площадка. Собственно говоря, вот в 24.09 есть тоже операторы ЭТП. То есть в логике и основе этого постановления правительства лежала только одна глобальная мысль. Дать удобство пользователю. Единое окно обслуживания. Вот мы как площадка, мы не должны действительно разрывать клиентский путь. Мы не должны говорить, что сначала ты пойди к нам в площадку, подключись к нашим услугам, зарегистрируйся, а потом сходи куда-то еще, получи УКЭП УФК, УКЭП ФНС, УКЭП АУЦ и так далее. Важно дать единое окно обслуживания. Удобство пользователю. Вот во всех сервисных составляющих, если мы говорим о сервисе, сервис это удобство пользователя. Это простота получения услуги. Это единая точка входа. Вот какая должна быть логика во всем. Вот, собственно говоря, если мы говорим о доверенных лицах, это единственная логика. Удобство пользователя и простота использования получения любой услуги, в том числе государственной услуги. Спасибо. Спасибо. И еще комментарии. Ответы. Комментарии со стороны Сбербанка, а то как-то так неловко получается, что… Федор, спасибо, что прокомментировал. В принципе, все верно. Да, действительно, история была следующая. То есть есть у нас, например, поскольку касается в основном юридических лиц, есть интернет-банк для юридических лиц, Сбербанк Бизнес Онлайн, сейчас называется Сбербизнес. Ну, понятно, что клиенту удобнее… Сейчас он, точнее раньше уже, можно сказать, формировал там себе квалифицированную электронную подпись в разделе документа оборудования этого самого интернет-банка. Понятно, что клиенту удобнее не идти в ФНС, ну, то есть возникает ситуация. Мы как бы бросим своего клиента, скажем, клиенту, извини, теперь надо, когда ты хочешь кафт сформировать, надо сходить в ФНС, в инспекцию. Ну, инспекция ФНС тоже, наверное, не самое плохое место для генерации ключей, но тем не менее клиенту это будет неудобно. Поэтому да, мы сделали все это для удобства нашего клиента. И сейчас наш клиентский путь именно таким образом и выглядит. Наш клиент заходит туда же, куда он обычно заходил, жмет кнопку «Упустить подпись», только уже ФНС, и получает сертификат. Если он имеет действующую калифицированную подпись, то дистанционно, если нет, он после этого идет в отделение и там идентифицируется. Я столько понимаю, это удобно и для клиента, и для ФНС, в принципе, тоже, потому что появляется дополнительная сеть. Все, спасибо. Иван, ваш прогноз. Через три года сколько процентов сертификатов юрлиц будет выдавать Сбербанк? Вот ваш прогноз. От чего вы, Алексей, считаете процентов? От сертификатов юрлиц. А, всей страны? Юрлиц, да. То есть ФНС плюс Дуци – это 100%. Вот какой процент будет там Сбербанка? Нет, ну такой комментарий не могу дать, потому что мы же не единственное доверенное лицо государяющего центра ФНС. Думаю, что это все в конкуренции решится. Ну хотя бы существенную часть, заметную? Или как сейчас? Я думаю, что да. Алексей, это бизнес-стратегия, наверное, в бизнес-плане уже все заложено. А можно все-таки напомнить, а для чего у нас вообще в государственной УЦ вводился ФНС-то? Для того, чтобы повысить достоверность сведений, указанных в сертификате, да, именно качество вот этого, а не для того, чтобы качество обслуживания лиц вводился. Там Сбербанк удобно, там, или там ЕТП удобно, или еще что-нибудь. Ведь мы же для этого делали-то. А вот как доверенные УЦ помогут решить первоначальную задачу именно повысить качество достоверной сведений, указанных в сертификате юридического лица, выданного УЦ ФНС России? Давайте вот этот, с такой стороны, посмотрим. Алексей, идем дальше. Да, идем дальше. Или Денис, комментарий. Да, на самом деле задача-то сначала была, чтобы обелить этот рынок. Изначально вот ставилась такая задача. Но потом, ну давайте, наверное, я плохие слова сейчас скажу, но будем честно говорить, что сначала ДУЦ, там, как многие здесь заявляли, что это было как привлечение клиента. Дальше это уже появилось, скажем так, конкурентное преимущество, а прямо говоря, там, многие захотели переделить рынок за счет этого, там, оттащить на себя клиентов. Многие просто побежали, потому что зеленый побежал. Вот, потому что это побежало нам надо. На самом деле, говоря с многим, многие не понимали вообще ни специфики этого рынка, ни вообще там технические какие-то моменты. Что? Да, да, в чем бизнес? А потом, когда им сказали, что это еще и бесплатно, они сказали, как так? Как бесплатно? В 63-м бесплатно прописано. Да, не может быть, что это, как это бесплатно. На самом деле, мы тоже сориентировались. Я думаю, что в ближайшее время предоставим не менее качественный сервис. Когда будет согласовано, я думаю, мы это анонсируем. Хорошо. Спасибо. Идем дальше. Спасибо. Двигаемся. Следующий вопрос. Ну, да, вопросы уже к тем слайдам, которые были, вопрос мы провели. Ну и здесь мнение. Просто мнение. Квалифицированная электронная подпись. Ваше мнение, она удержит свои позиции как лидирующий инструмент обеспечения доверия. Сколько она будет стоить? Все-таки в этом бизнес, да? На сегодня. Уже нет, уже не в этом. Нисколько она не будет стоить, как уже это говорили. Все уйдет в сервисную составляющую. Количество пользователей будет расти в случае, если будет адекватно создаваться инфраструктура и расширяться сфера применения. Ну, не нужен кэп просто как сферический конь в вакууме, если его нет потребности и интереса применять. А интерес появится, если применение электронной подписи будет проще, чем бумаги. И здесь надо искать баланс между, с одной стороны, перестраховкой и закручиванием гаек, которая усложняет путь применения инструмента и делает его более дорогим. И не забывать, что есть альтернативный путь бумажный, который неудобно обрабатывать всем, но в последнее время из-за перегибов он кажется опять более привлекательным, простым и дешевым. Я здесь сразу спрошу, Анастасия, будет ли миграция в НЭП все-таки в ближайшие три года случится, из кэпа в НЭП? Отчасти такой тренд уже есть, и здесь сложно сказать, что именно. Не будем скрывать, тот же самый запрос на удаленную подпись, отчасти он реализуется сейчас через НЭП, потому что нормативка у нас в части кэпа запаздывает. Когда она выйдет, насколько это взлетит, увидим. То есть НЭП как территория свободы, большей свободы при сохранении целевой функции. Я думаю, будет какая-то гибридная история. Сегодня уже упоминали тот же самый ритейл, крупный корпоративный бизнес, который снижает свои денежки путем внедрения электронной подписи. Это тот же самый ритейл, это не только кадровые до, которые, кстати, похоронили, попытавшись всех загнать на работу в России, потому что это неудобно. Идея была хорошая, реализация все накрыла медным тазом, простите. А грузоперевозки, электронные транспортные накладки, и сейчас Минтранс начал движение в этом вопросе, это станет хорошим драйвером и для документа оборота, и для распространения электронной подписи. Но надо учитывать специфику водителей, большую текучку, сложность с удаленной связью и прочее. Поэтому я верю в гибридную историю, когда все-таки это будет, например, КЭП плюс ПЭП или КЭП плюс СНЭП. То есть какая-то будет гибридизация, которая, с одной стороны, в финальной версии будет давать юридическую значимость и неизвестность, а в середине бизнес-процесса она все-таки будет гибче подстраиваться под те процессы, которые свойственны отрасли или компании. Можно, да? Мы под конец, последний блок, нарушили традицию. Обычно я начинал. Хотели срезать. Через 3-5 лет мы вернемся к одному ФЗ, у нас будет электронная подпись. У нас просто, ну, на самом деле нивелируется КЭП, НЭП, ПЭП и так далее, потому что у нас будет та электронная подпись, которая, порядок которой определен нормативно-правыми актами и документами. Как ее назвать? Да назовите как угодно. Давайте мы вернемся к ЭЦП. Пусть будет эта ЭЦП называться, она будет та подпись, которая определена нормативно-правыми актами для соответствующих правоотношений. И, соответственно, у нас ровно будет она также расти, у нас количество. Мы ее будем там, сейчас мы называем ПЭП, НЭП, КЭП и так далее, но она будет важна. Через 3-5 лет она у нас будет, ее применение будет расти, но это будет не рынок электронной подписи. У нее не будет самостоятельной стоимости, потому что она не является самостоятельной ценностью, так же, как у нас собственноручная подпись не имеет цены, потому что она не имеет самостоятельной ценности, за исключением неправомерных правоотношений, подделать там и так далее. Да, в этих правоотношениях собственноручная подпись имеет стоимость. В легитимных она не имеет стоимости. Вот у нас точно будет так же. И, соответственно, мы приблизительно к некоторому времени, ну даже уже, я думаю, годика через два, да через год мы уже увидим, как у нас НЭП начнется регулироваться ФСБ, о чем сегодня уже там Александр Павлович говорил и так далее. Начнем в части идентификации, потом немножко будет, чуть-чуть сертификации добавим, потом вот эту всю хрень назовем, значит, мы переходной между КЭПу и в итоге ЭЦП. У нас будет нормальная ЭЦП. Спасибо, понятно, я бы хотел передать вот этот пас Роману Валерьевичу. Все-таки сейчас в законе прописаны отдельно два вида подписи, соответственно, законодатель имел какие-то виды того, в каких областях применения они будут использоваться, это первый вопрос, да, и второй, планируется ли объединение КЭП и НЭП в единую сущность, если это в планах законодателя? Ну, такой цели у нас не было, мы заведомо вводили эти виды подписи, чтобы потом их использовать в сообразной ситуации в профильных актах. Ну вот в каких случаях КЭП, в каких НЭП, хотя бы концептуально, для чего их делили-то? Ну, КЭП в особо, так сказать, сложных ситуациях, но когда мы хотим избежать все-таки личной явки, когда это попроще, но все-таки необходимо обеспечивать неизменность и как бы иметь некий… То есть с меньшим уровнем объема риска, да? Да, с меньшим уровнем объема рисков, но когда надо также обеспечивать неизменность и побольше простоты. Ну, АПЭП, когда в конце личная явка или ничего без платежа не произойдет, то есть такие вот безрисковые вещи. Справочная информация какая-то? Ну, как вариант, да. Окей, понятно, спасибо. Ну, мы следующий слайд уже можем прямо пролистнуть, потому что он касался тоже неквалифицированной подписи. Мы уже поговорили, да. Да, и перейти к следующему слайду. Вопросы. Да, вопрос. Зала, да. Да, вопрос такой, как раз к Роману Валерьевичу по поводу видов подписи. Мне кажется, что сейчас рождается какой-то четвертый вид подписи. Я бы назвал его, наверное, УНЭП государственная. Это вот как раз 1207, госключ, концепция. Можно несколько слов по этому поводу сказать? Это действительно четвертый вид подписи или нет? Это не новый вид подписи, это реализация одного из существующих. Можно все-таки, Алло Вердин, мы забыли самое главное. КЭП не требует соглашения сторон. НЭП предназначен для групп, которые могут заключить между собой соглашение между сторонами. Ну, для применения НЭП еще достаточно нормативно-правового акта. Поэтому это тоже... Или нормативно-правового акта. Ну, главное достоинство КЭП, что не нужно соглашение сторон. Его гарантирует государство. Статусом квалифицированной подписи. А НЭП это отдельно. Соглашение сторон, не нужно ничего в этом. Если регулируется нормативно-правовоактным государством, то это почти что КЭП, но не до конца. Переконный вид. Вот ровно то, что сейчас и происходит. Нынешний 63 ФЗ – это закон про КЭП, в котором НЭП попал, что называется, под паровоз. И когда мы, как УЦ, который отказался от выпуска КЭП и перешел на изготовление НЭП, вынуждены читать этот ФЗ, зачеркивая вещи, которые не распространяются и относятся только к КЭПу. Сделайте, пожалуйста, раздел «Аккредитованный УЦ» целых 2 или 3 статьи. И не «Аккредитованный УЦ». Разделите вот это, чтобы было проще работать. Ну там специально, вот не знаю, для вас, наверное, есть статья о удостоверяющей центре, есть статья о сертификат, есть аккредитованные удостоверяющие центры, есть аккредитация удостоверяющих центров, есть квалифицированный сертификат. Ну куда уж конкретнее-то. Соответственно, там, где написано «квалифицированный», он касается только квалифицированной подписи. Там, где такого точнее нет, значит, это общая регулятория, которая затрагивает в том числе неквалифицированную подписку. Чему оно и приводит? Оттуда прямо видно, что то, что писалось в статье про УЦФ целиком, на самом деле тот, кто это писал, он писал про КЭП. И то, что оно распространяется на НЭП, оно не облегчает жизнь тем, кто выпускает неквалифицированные подписи, в то же время не дает никаких преимуществ, которые изначально закладывались под КЭП. Основная мысль – не нужна аккредитация для того, чтобы выпускать неквалифицированную электронную подпись. Удостоверяющий центр может это делать без аккредитации. Следующий вопрос про мобильную подпись. У меня прям краткий комментарий, я хотела сказать, что никто не забыл про эту разницу КЭПа и НЭПа. Это вопрос поиска баланса как раз, когда регулирование КЭПа настолько жесткое, что тебе начинает казаться, что подписать соглашение сторон не так уж и сложно и проще, чем выполнить абсолютно весь контур требований к КЭПу. Поэтому то, о чем я говорила, это гибридная история, это учет бизнес-сценариев и практики применения разных видов подписей. НЭП – это такой офшор, куда можно уйти, чтобы не выполнять требования КЭПа. Совершенно справедливо было замечено, что КЭП – это гарантия государства. Вопросов нет. Но гарантия государства у нас тоже что-то должна стоить в конце концов. Поэтому если у вас, вы ушли, соответственно, в НЭП на здоровье, если вы считаете, что вам заключить соглашение проще, нежели получить гарантию государства или вы говорите, что гарантия государства в ваших взаимоотношениях не нужна, на здоровье. Ведь здесь же регулятор предоставляет полную свободу действий в этом отношении. Спасибо. Я думаю, мы будем завершать. Следующий, быстренько, быстренько. Это говорит о гибкости. Следующий вопрос, от чего зависит степень распространенности мобильной подписи, говорит о гибкости бизнеса. Мы сначала говорили просто об электронной подписи, потом у нас была облачная электронная подпись, потом мы это обозвали неправильной дистанционной удаленной. Сейчас мы перешли к мобильной подписи. Мобильная подпись, такая сущность, она у нас все-таки не определена. И сейчас мы сейчас три минуты оставшиеся, мы не сможем даже определить, что же такое мобильная подпись и чем она отличается от обычной нормальной квалифицированной. У нас есть секция, поэтому мы пролистнули этот вопрос и перешли к финишному, завершающему слайду. Какой должна быть отрасль будущего, к чему важно стремиться, кто может в этом помочь и как. Так, ну вот как бы последнее такое завершающее слово, я предлагаю всем по кругу высказаться, и мы, наверное, закончим наш круглый стол, да? Я понимаю опять с меня, в этот раз, да? Я передам тебе микрофон, Гоги передаст. Вот на самом деле описание отрасли будущего. Отрасль, она как была, есть и будет, мы будем жить, потому что все равно я не вижу цели устремления государства в монополизации, криптографии, именно инфраструктуру открытых ключей в себе, поэтому наша отрасль, она будет существовать, она будет развиваться для бизнеса, а государство будет регулировать и подбирать все самые вкусные вещи, которые уже сформированные и готовы упасть в рот. Уважаемые коллеги, какое описание отрасли будущего? Ну, я бы, честно признаться, откровенно пожелал обратить внимание все-таки на граждан, на обычных рядовых граждан, не только с точки зрения формирования, там ключами, обеспечения и так далее, создания прежде всего сервиса. И, пожалуйста, создайте такие условия, чтобы государство абсолютно спокойно и безболезненно могло передать вам этот функционал, и чтобы вы начинали с ним абсолютно спокойно работать. Можно я отвечу? Вот вы прямо сейчас так хорошо сказали. Дайте, пожалуйста, доступ в ЕСЕА, чтобы мы могли нормально, адекватно создать сервисы для граждан. Потому что, как я повторюсь, гражданам не нужны КЭПы. А вот нормальные сервисы для простых граждан, я не знаю, заключить договор с садиком, со школой, с секциями дополнительного образования, построить для граждан вот эти понятные житейские сервисы, да, не про бизнес, можно только, если получить адекватный доступ в ЕСЕА и использовать подтвержденную их учетную запись на госуслугах, ПЭП государственный, или НЭП там будет потом, или Госключ, не суть важна. Вот когда будет обеспечен такой доступ, вот тогда такие сервисы бизнес с удовольствием создаст и пойдет развитие этой отрасли. Денис, какая будет отрасль будущего? Всем развитие государства, тем меньше у него электронных бутылок. Америка, Германия и так далее. Ну и еще описание отрасли будущего. Мы сегодня очень много говорили про электронную подпись, про электронные документы и ни слова про их хранение. И вот у нас еще такой черный лебедь, это архивное хранение долгосрочных электронных документов. На самом деле я больше чем уверен, отрасль будет жить, будет развиваться. Как бы это не парадоксально сейчас звучало. Ну, наши уважаемые государственные служащие, они смотрят со своей стороны. Наверное, это правильно и абсолютно оправданно. А мы все-таки бизнес, мы смотрим со своей стороны и всегда имеем такой ген выживаемости, когда даже при разных условиях игры и при разных требованиях мы находим свои какие-то варианты и заработка, и развитие. Поэтому однозначно и здесь в этой непростой ситуации тоже найдем. Повторюсь, наверное, что мы движемся в сторону сервисов, в сторону обслуживания. Конечно, не дай бог, как здесь звучало на этом мероприятии сценарий Кореи, Южной Кореи, когда там были атаки Китая. Я надеюсь, наши регуляторы мудрые люди и с помощью нашего опыта и наших компетенций, наших экспертов и в зале и здесь сидящих донесем и все опасности, и все вариации мирного и безопасного существования. Пожелание бизнеса к регулятору, а регулятор, что пожелает участникам рынка, каким стандартам им надо соответствовать в будущем? Нас критиковали за то, что мы слишком общие требования. Ну, не знаю, чтобы людям было удобно и доступно. Сейчас, с 1 января 2022 года, бизнес сможет сконцентрироваться в основном на физических лицах. Мы надеемся, что это положительно окажется на доступе этих лиц. И, Федор Вадимович, давайте вернемся к будущему. Я так понимаю, что мы опять возвращаемся к вопросам, которые на экране. Какое пожелание? У меня нет пожелания к отрасли, у меня ощущение, что она сама знает, куда идти. А какая будет в будущем, я надеюсь, что все-таки конкурентная, к чему важно стремиться, к тому, чтобы было многообразие способов применения ключа электронной подписи и, собственно говоря, места хранения. Я надеюсь все-таки, что у нас выйдут требования и будет некоторый плюрализм в этом смысле. Мне интересно, что никто не ответил на последний вопрос. Кто может в этом помочь и как? Вот кто может помочь отрасль? Мне кажется, что там вопрос, он сам себе содержит ответ, только отрасль может себе помочь. И ФСБ, все. На этой замечательной ноте давайте поблагодарим наших участников, уважаемых экспертов.